И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня у меня гайд по карте V3 в игре The Isle. Многие новички меня спрашивают постоянно в комментариях, на стримах, под видео, как определяешь карту, как определиться на карте, и что за места вообще есть на ней. Кстати, вот новичкам этот гайд будет очень необходим. Ну, во-первых, давайте я вам покажу саму карту. Вот это сама основная карта. Если вы захотите скачать ее на свой ПК-ноутбук и не знаете, где найти, ссылочка на сервер Discord Raptor Survival в описании. Заходите, присоединяйтесь, и там можете скачать себе карту. Также я вам расскажу и покажу такие необходимые, самые значимые места в игре. Смотри, вот наша карта V3. Я ее разделил стрелочками, и сразу запоминай. Север, юг, запад, восток. То есть с помощью нюха можно также определить местоположение. Синяя шкала наверху. Вест, это запад. Саус, это юг. Ист, это восток. Норт, это север. То есть вот так можно, в принципе, в игре тоже определиться. Рассмотрим еще один немаловажный момент. Обратите внимание на карту V3. Восход солнца и заход солнца. Я поставил стрелочку. Восход солнца у нас начинается на северо-востоке, а заход солнца у нас происходит на юго-западе. И причем еще один момент. Восход луны у нас происходит на юго-западе. Конечно, ночью определиться по некоторым объектам очень тяжело. Ну, кроме нюха. И то не факт. Скажу так, что в принципе, самые такие объекты, на которых можно определиться, в какую сторону идти, ну, допустим, взять ту же радиовышку. Можно сказать, что, строго говоря, она находится на западе. Узнать, где юг, можно определиться по птичнику. Опять же, находясь, смотря, с какой стороны вы находитесь. Если вы идете прямо на юг, то птичник должен быть впереди вас. Ну, либо слева от вас, либо справа от вас. И получается, если вы идете на юг, и птичник справа от вас, то смотрите на радиовышку. Ее, в принципе, должно быть заметно. Если вы идете на восток, то получается птичник справа от вас, а радиовышка сзади. Ну, а на север ориентир, птичник сзади, и большой каньон впереди. Ну, все зависит, опять же, от того, в какой местности вы приблизительно находитесь. И что перед вами, какие объекты вы можете видеть. Скажу так, что это полезно новичку, да и, знаете, во время монтажа этого видео я сам кое-что подчеркнул для себя. Ну, я думаю, по ориентирам на карте, наверное, все. Можете добавлять что-то в комментарии. Ну, а теперь расскажу про некоторые объекты на карте. Итак, приступим. Я не буду рассказывать про различные обходные какие-то элементы, скажем так, как обойти, не попасть в неприятности. Это уже зависит от вас, от вашей сноровки. Великие водопады. Самое хорошее место для травоядных находится на юго-западе. То есть вы идете в направлении юго-запада, слева должен быть птичник, справа, опять же, повторюсь, радиовышка. Если чуть подробнее сказать, то практически при любом раскладе вы найдете там стадо. Очень удобно тем, что рядом достаточно кустов для пропитания, и вы находитесь прямо на реке. Огромный плюс в том, что это место проглядывается отлично во все четыре стороны. Осталось только собрать пати, но и не стоит забывать, что это место также хорошо привлекает хищников. Ведь они тоже знают, где найти себе пропитание. Еще одно место обитания травоядных это Северная река, либо Стражи, Северное озеро, кто как называет, неподалеку от болот. В принципе, также хорошее место для травоядных. Неподалеку находится Яма Смерти, вода, растительность, густые леса, джунгли. Все прекрасно подходит как бы для травоядных, для их размножения и пропитания. Находится практически в центре карты. Озеро Близнецы. Ты спросишь, почему именно название Близнецы? Потому что они очень похожи. Давай обратим внимание. Вот это вот первое озеро, а вот это второе. Кстати, обрати внимание на то, что они находятся рядом с радиовышкой. Здесь я скажу, местонахождение всяких различных обычно рексов, гиганотозавров и всякой другой заблудшей швали. Конечно, редкий случай, не знаю, как на других серверах, везде скажу по-разному. Но в основном бывают, что здесь тоже собираются какие-нибудь стадо травоядных, а потом уже начинают мигрировать на те же великие водопады либо на северную реку. По поводу радиовышки. Ну, скажу так, что на радиовышке редко ты кого встретишь, если только небольшую стаю каких-нибудь дилок либо корнотавров, которые сидят в засаде и ждут, когда на те же близнецы придет какая-нибудь придет стадо травоядных. Гора Трайка. Строго на востоке, неподалеку от порта. В принципе, хорошее место для травоядных, ну, не знаю, как сейчас, но раньше можно было здесь встретить достаточно большие тусы травов. Отчего, в принципе, и следовательно название Гора Трайка. Да, есть растительность озера, где можно некоторое время пропитаться, пораститься, но я скажу так, что Гора Трайков это проходной двор хищников различных, так что долго задерживаться здесь никогда не стоит, потому что различные заблудшие ютки, пробегающие в порт с глубин карты либо с севера проходят через эту гору. В принципе, можно, наверное, переходить к хищникам. Если что-то где-то я упустил, поправьте в комментариях. Купол, он же птичник, хорошее место для обитания юторапторов. Также я замечал мелкие стадо из травоядных, типа глимимов, там, дриозавров. Хорошее место, в принципе, для, повторюсь, для юторапторов. Много возможностей, много куда забраться и хороший спаум ботов. находится ниже центра карты, в сторону юга. Озеро Титан. Самое, наверное, известное место на карте В3. Находится чуть севернее, чуть выше центра карты. Хорошее место для зухамимов, спинозавров. Вода это ихняя среда. В принципе, по краям озера в некоторых местах хороший спаум различных ботов. Также можно встретить здесь заблудших травоядных. Аккуратнее, когда переходите через дамбу, запомните, на островах вас уже видят какие-нибудь хищи. Да, почему я и говорю заблудшие травоядные. Потому что травоядные, как я вам и говорил, переходят либо идут в сторону тех же близов, либо на великие водопады, смотря где ты заспаунился, и обязательно они пройдут через дамбу. Порт. Ну, порт это, наверное, самое излюбленное место для юторапторов. В принципе, очень удобно выживать, так как хороший, опять же, спаун ботов. Есть куда юторапторам спрятаться, залезть во время опасности. Сюда, кстати, часто заходят также какие-нибудь рексы, гиганатозавры. В основном, на всех серверах порт это излюбленное место юторапторов. Находится строго на востоке. Маленький отшельник, большой отшельник, находится на севере и маленький пруд. Я не знаю, береговой пруд, кто как его называет. В принципе, достаточно нормальное место для того, чтобы вырастить какого-нибудь одиночного эгигу, цератозавра, алазавра, тех же травоядных трайков. Но не стоит забывать о том, что, как я и сказал, для одиночного роста, то есть, если ты здесь на каком-нибудь травоядном, то знай, что неподалеку растится какой-нибудь и хищник. То есть, сам понимаешь, чем это в будущем тебе может стоить. Большой отшельник, на Большом отшельнике обычно я замечал пачку гиганатозавров. Так что, будь предельно осторожен. Бункер находится на северо-западе карты и обычно перевалочный пункт различных динозавров. То есть, здесь обычно никогда долго не задерживается. Попил, поел, ушел дальше. Тайное озеро, горячие источники. Находится на северо-востоке карты и хорошее место для небольших патти каких-нибудь хищников. Мутный пруд. Мутный пруд. Находится на севере карты, неподалеку от горы Трайков. И хорошее место для роста зухамимов. В принципе, скажу так, что этот гайд я сделал по своим наблюдениям за все то время, что я играл в игру The Isle, я вложил сюда все основные предположения, где больше я всего встречал травоядных и хищников, а также где я сам производил рост динозавра. Надеюсь, этот гайд тебе был полезным. Хорошей игры. Обязательно подпишись на канал, нажми колокольчик, поставь лайк. Приятной игры. Пока-пока.